Пожалуй, каждый студент и школьник знает, что такое конференция и зачем она нужна. Вот уже 17-й раз в столице Чувашии проходит межрегиональная конференция научного творчества «Юность Большой Волги». На событии побывала и наша съемочная группа. Физика, математика, машиностроение и множество других дисциплин – все они представлены в конференции «Юность Большой Волги». Ежегодно в ней принимают участие более 650 работ студентов не только нашей республики, но и трех учебных заведений Республик Татарстан, Мариэл и города Воронеж. Проходят, ребята, тяжелые испытания, потому что конференция проходит в два этапа. Сначала проходит заочный тур и в результате оценки компетентного жюри на очный тур, на котором мы сегодня присутствуем, проходит только уже одни из самых лучших работ. В этом году из 641 работы в очный тур прошло 358. Выявить талантливых студентов, которые специализируются в различных отраслях науки – вот главная цель фестиваля. Каждый год в его программе появляются новые дополнительные секции. Но, пожалуй, самыми интересными по-прежнему остаются творческие направления, например, журналистика. Кстати, на этот раз в аудитории активно обсуждался вопрос о факторах риска телевизионных журналистов. Почему я выбрала эту тему? Потому что мне кажется, что журналисты мало защищены именно в наше время. После событий на Украине, когда журналистов, к примеру, Первого канала Анатолия Кляйна, оператора Первого канала, его, получается, убили. И никто не несет за эту ответственность. В процентном соотношении журналисты гибнут именно в мирное время, чем военное, хотя должно быть, наверное, иначе. Вот, хотелось бы, чтобы жертв было намного меньше. Еще одной не менее интересной секцией конференции стало декоративно-прикладное искусство. Конкурсанты в этой аудитории могут создавать своими руками практически произведения искусства, как, например, вот эта мозаика. Для того, чтобы сделать такие столешницы, участникам конференции пришлось немало потрудиться. Собирали мы, наверное, недели две. Ходили по складам. Спасибо добрым магазинам, которые давали нам плитку бесплатно. Было очень много плитки. Мы кололи, искали нужные цвета. Но было очень много потрачено сил. Это необычно. Оформление интерьера в стиле мозаики набирает обороты. Кстати, у победителей конференции появится уникальная возможность заявить о себе. Именно их работы войдут в специальный сборник лауреатов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.